Доброе утро! Класс! Сегодня действительно чудесное утро, и в это чудесное утро мы потворим с вами немножечко чудес. Окей? Класс! Ну а прежде чем мы начнем творить чудеса, я прошу вас посмотреть на соседа, на одного соседа посмотреть, на другого соседа посмотреть. Супер, теперь мы команда. Меня зовут Олеся, я координатор тревел-практики компании DataArk, сертифицированный лайф-коуч 2004 года, и я помогаю людям найти свое направление в жизни. В общем, от этого всем бывает очень хорошо. Сегодня мы поговорим о целях, о той штуке, которая не всегда понятна, но всегда важна, особенно на том старте, на котором вы сейчас находитесь. Я думаю, что нам сегодня всем понравится, очень круто. Что мне делать? Дай мне вот эту штуку. Спасибо. А что делать, Ром? А куда нажимать? Ага, спасибо. Что такое цель? Цель – это, в общем-то, сформированное желание. Ну да, очевидно, да, потому что там мечтать-мечтать, да, цель – это что-то делать. И прежде чем мы поговорим о том, как, собственно, формируются наши желания, я очень просила бы вас дать мне каких-нибудь пару-тройку несбыточных мечт. Есть у кого-нибудь совершенно несбыточная мечта? Стать программистом. Стать программистом. Что? Стать самым лучшим программистом. Класс. Пройти китайские. Супер. Все? Давай. Научиться летать? Ага, еще. Побывать на марте. Супер, Рова. Классные желания. Я, в общем, довольна очень. Окей. Ну, я сюда добавлю посмотреть в глаз кита, там, я не знаю, изобрести вечный двигатель, или там, согласно с Марсом, то есть освоить космос, и что-нибудь еще такое, западающее в душу и в память человечеству сделать. Окей. Собственно, как формируются наши желания? Для того, чтобы понять, как оно формируется, нам хорошо бы посмотреть, как работает наш мозг. Я уверена, что все для вас вот это знакомо, но мы еще раз сегодня структурируем и систематизируем. Наши желания формируются, исходя из наших потребностей. То есть, там, первичные наши потребности – это быть в безопасности и кушать, спать. Вот. Это мозг рептилии, который действует в двух направлениях. Это либо драться, либо бежать. То есть, если мы оцениваем опасность или безопасность, мы, соответственно, действуем в этих рамках. И здесь совершенно нет никаких желаний, работает только кинестетическая система. То есть, мы оцениваем свое окружение по внешним признакам, и, соответственно, так и действует. Вот, собственно, пример приведен. Хорошо для тренировки спортсменов, то есть, хорошо для формирования каких-то физических навыков. То есть, если нам надо себя физически отработать, наше тело, мы что делаем? Мы берем и тренируемся, несмотря ни на какие внешние раздражители. Затем идет эволюционный период. И так наш мозг рептилии обрастает мозгом обезьяны, в котором уже есть некоторое подобие эмоций. То есть, здесь уже формируется эмоциональный мозг, и работает аудиальная система. То есть, мы уже начинаем принимать какие-то конкретные раздражители. То есть, если кинестетики просто все, что нас окружает, на нас действует, то мозг обезьяны – это аудиальный мозг. То есть, мы уже различаем какие-то звуки, какие-то понятия. Соответственно, умеем уже любить, умеем заботиться, возникает привязанность. То есть, любовь – это вот здесь, это вот прям вот тут, не тут. К сожалению, да. И то, с чего мы начали, команда образования находится на этом аудиальном уровне. То есть, нам важно, как нас воспринимают, и нам важно хорошо, если нам важно, как мы отдаем свой фидбэк наружу. Вот прям команды образования здесь. Ну, а то, к чему мы идем – это мозг человека, который требует и желает результата, и который направлен на то, чтобы этот результат достигать. То есть, здесь мы уже видим четкие образы, мы уже мыслим образами, мы уже планируем образами. То есть, вот обезьяна, она не планирует. Нет, она нет, вот, у нее нет плана накопить там еды на год и на 20 лет вперед, да, отправить ребенка учиться в Гарвард. Нет, конечно. То есть, ей вот то, что происходит здесь и сейчас, вот это самый важный процесс. Вот. А нам вот такой наш мозг, который требует интеллектуальных задач, он нужен для того, чтобы формировать наши результаты и наши результаты в будущем. Вот. И, собственно говоря, вот такой, собственно, сформированный мозг дает нам возможность работать с нашими результатами. Мы говорили о том, что к чему-то мы стремимся, чего-то мы хотим. Это важно. Почему это важно, мы разберем с вами немножечко позже. А вот как мы это формируем, да, вот сейчас мы совершенно хорошо рассмотрим. На этом этапе жизни вам, наверное, важно, как вы себя осознаете. Кто-то находится на этапе планирования карьеры, кто-то находится на этапе понимания того, чем вы будете заниматься дальше в жизни. Кто-то планирует, что вообще ничем не будет заниматься дальше в жизни, будет заниматься семьей. И няшно все это будет тоже замечательно. И это вот прям вот тот этап, на котором мы можем оценить себя и свои возможности действовать дальше. Вот такая штуковина позволяет нам оценить себя и свои возможности для жизни. И наоборот, каждое наше желание сформировать в цель и действовать согласно этому плану. Что же вот это вот такое? То, как мы осознаем себя, мы осознаем себя через наши ценности, то есть то, что для нас важно. Потому что, ну хорошо, я, да, есть я, кто есть я? Сначала я было существо, находящееся в маме, мне там было хорошо, меня там никто не трогал, я там всех любил, меня тоже там все любили. В общем, у меня все было, там есть, пить, спать, дышать, все вообще совершенно было комфортно. Вот это наше совершенно замечательное, самое лучшее состояние, поэтому нам, когда вот нам надо, нам мы сформировываемся в комочек, так режим, и хочется нам туда вот вернуться. Но, к сожалению, мы уже снаружи. Вот, и вот там, вот там, вот где мы там, внутри мамы, это вот наше идеальное я, к которому мы обратно стремимся всю жизнь, но вот уже нам нужно идти в другую сторону, к сожалению. Когда мы рождаемся, у нас уже появляются как раз первые потребности, поесть, поспать, отстань. Вот, да, сори. И вот на этих вот этапах формируется как бы наше понимание мира, как мир относится к нам, как мы относимся к миру. Когда родитель сначала друг, потом родитель пастух, а потом родитель как бы советчик. Вот, и здесь у нас уже первые вот к девяти годам возникает понимание, кто же я и как же, собственно, мне вот с собой совладать. Хорошо, если мы к вот возрасту поступления в институт понимаем, что я это единственный классный суперовый ресурс, да, с помощью которого можно двигаться ко всем тем желаниям, ко всем тем целям, которые мы видим перед собой как совершенно недостижимые, недостижимые мечты. С помощью вот этой штуковины в том числе, что можно делать? Допустим, мы себе, какой у нас там была хорошая цель? Про Марс? Хорошая была цель? Класс. Значит, можно начинать снизу, можно начинать сверху. Я хочу, я сейчас буду тут ходить, ладно, я хочу на Марс. Опа, вон там, моя миссия в жизни, я понял для себя, что это я хочу на Марс. Марсе хорошо, безмерно там все желтенькое или оранжевенькое, нет воздуха, но зачем-то мне туда надо, да, то есть вот, ну вот как-то, вот оно так происходит. Окей. То есть, если моя там миссия в жизни это на Марс, да, то, собственно, кто я в этом Марсе и зачем я там буду? Это тоже важно. То есть вот эта вот техника по задаванию вопросов себе и понимание, собственно, можно и на Марс тоже можно. Только вот пройдите туда, да, и поймите, что вы будете делать для того, чтобы на этот Марс попасть. Вот, зачем я на Марсе, да, дальше, да что ж такое, господи, идет дальше процесс. Зачем, то есть тут я, зачем я на Марсе, да, а зачем все это нужно мне и Марсу? Вот так вот это происходит. То есть зачем делать что-то, почему это важно для меня, почему это важно для меня сейчас, почему это самое важное? Вот. Дальше мы смотрим на свои способности и возможности. Почему именно в это время мне нужно именно на Марс? И что я могу, и что я готов сделать для того, чтобы на этот Марс попасть? Ну, типа, если у меня корабль, если у сегодняшней Земли и науки возможности отправить меня на этот Марс? Сколько нужно на это денег, сколько нужно на это времени, чтобы тренироваться и так далее. Дальше. Правильно ли я себя веду по отношению к Марсу? Правильно ли я делаю? И вообще, и делаю ли я что-нибудь, чтобы вот это все, вот это вот, привело меня к попаданию на Марс? Да, чаще всего мы тут и затыкаемся. То есть мы мечтаем, мы видим себя, нам там классно, Марс хороший. Но вот что я при этом делаю? Либо я не знаю, либо мне неохота, либо я спать хочу, либо я пошел вот туда лежать в форме вот этого. Вот. И пусть нам всем станет там хорошо. Ну, если мы проходим этот этап, то есть мы понимаем, да, что вот я-то могу, я могу, класс, я умею, но мне же нужно что-то сделать для этого. Вот это вот, отмогу, да, сделать. Это вот самая наша вот критичная ситуация, в которой нам нужно что сделать? Что нам нужно сделать? Когда мы находимся в процессе нашей деятельности, мы делаем нам привычные вещи. Мы встаем утром с нашей постели, мы чистим зубы нашей щеткой, да, мы там идем, берем нашу чашку, нашу чашку, вот, и наливаем туда наш кофе, или тот кофе, который нам кто-то налил на нашем столе, за нашим столом, в нашей скатерти, на нашем стуле, мы сидим, смотрим, доброе утро, на наше, из нашего окна, и видим привычные, обычные для нас процессы. Для того, чтобы вот отсюда, да, уехать сюда, мы же не были на Марсе, мы же не делали ничего по отношению к Марсу, нам нужно что сделать? Молодцы, конечно, мы все профессиональные, мы умеем, да, выйти из зоны комфорта, начать делать что-то дополнительно к тому, что мы уже делали, потому что мы еще не хотели на Марс. Ну, примерно так, молодцы, я рада за вас. Вот, когда мы понимаем, что мы должны что-то сделать, да, мы начинаем оценивать, а что, собственно говоря, вокруг нас находится, а если у нас вообще, вообще, путь и открытые ворота к тому, чтобы вот это все у нас прошло, и, в общем-то, привело нас к тому, что, где я, да, что меня окружает, почему меня окружает именно это, сори, меня слышно, да, вот, почему меня окружает именно это, а не другое, вот, а почему я нахожусь именно здесь, а как эти вот люди и процессы влияют на то, что я хочу на Марс и на него полечу. Ну, вот так. Так, тут надо нажать на кнопку, окей, класс. Мы с вами поговорили о, об я, да, что такое я и где мы, как мы себя там где-то видим. Теперь мы поговорим с вами о ценностях. Собственно говоря, что же такое ценности? Что-что? Есть идеи? О, класс, то, что важно для меня. Угу, еще есть какие-нибудь идеи? Ценности – это то, что важно для меня. Мы же кроме меня еще, вы же наши, у нас же много, мы же сегодня команда, то есть… Очень хорошо, это же такие фундаментальные ценности. То есть, кроме того, что важно для меня, есть что-нибудь? Что? Что важно для всего человечества? Очень хорошо. Ну, то есть для меня, для моего окружения, для моей команды, для моей семьи, для моего будущего и так далее. То есть, вот да, а как же, собственно говоря, мы этими, как мы эти ценности, как мы эти ценности вынимаем из себя? Как мы понимаем, что вот то, что нам важно, нам важно и важно сегодня? Есть у нас идеи с вами? То есть, как мы поймем, что мы хотим? Нам же надо понять, что мы хотим для того, чтобы действовать. Хорошо, да, книжки, кино, нам надо от этого избавляться, нам нужно понимать, где мы вот в этом процессе. Сегодня мы мало будем этим заниматься, я просто хочу отметить, что это тоже важный процесс. Без понимания наших ценностей мы будем достигать чужих целей, вот абсолютно согласно с оппонентом. То есть, мы будем двигаться куда угодно, мы будем идти с хорошей скоростью, мы будем совершенно достигать замечательных результатов и в процессе, и в промежутках. Но придем не туда, куда хотим, потому что это были чужие цели, потому что это были цели, навязанные нами родителями, обществом, кем угодно, но не нами. То есть, вот это важно, важно, чтобы вы соотнесли себя со своими ценностями, эти ценности увидели. Способов понимания ценностей достаточно много, есть очень-очень жесткие, я вам их сегодня не дам, вот, дам как-нибудь потом. Сегодня я вам дам один, такой приятный, он всем известен. Что бы вы делали, если бы у вас был миллиард долларов, вам не нужно было бы работать, зарабатывать деньги и вообще, не знаю, быть кому-то чему-то должным, да? Да, вот, и тогда, если мы начинаем это анализировать, и даже не с первого раза, а, допустим, с третьего, то есть я написал себе список, один раз выбросил, второй раз, другой написал, выбросил. И вот только к третьему, а лучше к пятому разу, да, вот это важно, запишите себя, пожалуйста, вот, к пятому разу, вот где-то, где-то они начинают вот эти наши ценности проскальзировать, потому что тогда мы становимся совершенно, ну, чисты и правдивы с собой, и нам становится очевидно, где же, собственно, собака порылась. Вот, какие ценности бывают, я думаю, ну, я некоторые вам расскажу, это, там, быть востребованным, иметь интересную жизнь, быть любимым или любить, там, быть материально обеспеченным, быть умным, знающим, хорошо анализирующим, развитым, свободным, такие могут быть цели. Или могут быть цели, там, приближенные к жизни, быть жизнерадостным, исполнительным, активным, не знаю, ответственным, вот, тоже, это тоже хорошо. Вот, значит, дальше мы идем все-таки с вами от желания к цели. Я приведу вам пример про цели. Встретился у меня такой товарищ в жизни, не помню, как зовут, и он рассказывал мне про Майбах. Я думаю, что все знают, что такое Майбах. И вот, значит, этот человек сидит, у него жена-сын, и я его спрашиваю, привычный вопрос для тех, кто со мной общается, что ты хочешь? Вот, и он мне говорит, я хочу Майбах. То есть, а я понимаю, что вот не рядом Майбах и этот человек вообще не рядом, вот совсем. Я говорю, ладно, хорошо, а что ты делаешь, что? Ты делаешь для того, чтобы этого Майбаха взять, ну, достичь, купить, там, он говорит, ничего. Я говорю, хорошо, ну, как же, как это же надо? Он говорит, но все равно это мечта недостижима, это вот вообще невозможно для человека, для человека в принципе, да, купить Майбах невозможно. И поэтому я ничего не делаю, да? Ну, все, класс. То есть, мы видим с вами, что тут вот эта просто позиция такая, которая не дает человеку куда-то двигаться. Итак, мы работаем с вами сегодня с целями. У нас была цель на Марске, были еще хорошие цели. Ребята, еще раз стойте мне, скажите, кто что хочет? Кто что хочет? А, да, вот про китайскую стену, да, Таня мне сказала. Хорошо, давайте поработаем сегодня с китайской стеной. Хорошая цель, да, цель позитивная. То есть, помимо того, что мы привыкаем к тому, что наши, все наши цели бывают позитивные, то есть, работать с тем, что я хочу, чтобы во мне было меньше килограмм, или я хочу бросить курить, или я хочу не ходить на тусовки, там, в 2 часа ночи, или я хочу, там, не чего-то делать. То есть, ну, это не работает, потому что наш мозг, к которому мы разговаривали до того, он не воспринимает письменную речь и буквы, он тоже плохо воспринимает. То есть, мы воспринимаем вот образы, которые связаны у нас с словами, которые написаны. Поэтому, ну, частица не, она вообще никак к мозгу не относится. Поэтому, если мы будем с вами формировать отрицательные цели, негативные цели, они не будут нас никак греть. Итак, цель должна быть позитивной. Обойти китайскую стену. Хорошо. Цель должна быть в зоне нашего контроля. То есть, мы сейчас анализируем, может ли Таня, Таня, встаньте, пожалуйста. Вот, смотрите на Таню. Хорошо. Таня, совершенно спокойно. Таня, может пройти пешком всю китайскую стену. Может, да? То есть, мы с вами, спасибо, спасибо, мы с вами должны очень четко понимать, что вот та цель, которую мы хотим достичь, она находится именно в нашей зоне контроля. То есть, мы конкретно, я один, без никого, без социума, без чужих денег могу сам этой цели достичь. Если я осознаю вот это все, то я, да, я герой, я молодец. Это важно. И теперь мы определяемся с самой целью. Цель у нас войти в китайскую стену. Цель у нас должна быть конкретная. Что такое конкретная цель? То есть, мы должны видеть конечный результат этой цели. Кроме китайской стены, допустим, я хочу похудеть на 15 килограмм, или я хочу весить 68, вот моя цель, да? 68 килограмм хочу весить через месяц. Конкретная цель? Конкретная. А хочу похудеть, конкретная цель? Нет. Неконкретная. Хочу, допустим, поехать путешествовать в Прагу на 15 дней с посещением трех городов, там, с определенным количеством достопримечательностей. Конкретная цель? Конкретная цель. Хочу путешествовать летом? Неконкретная цель, да? Хочу получить работу, которая даст мне возможность зарабатывать там полторы-две тысячи долларов. Конкретная цель? Конкретная. Хочу заработать много денег? Соответственно, неконкретная. То есть не имеем конкретной цели, цель не достигаем. Вот это надо приметь для себя. Дальше. Значит, цель измеримая, да? Межурбал. Цель измеримая, это значит, что мы понимаем, то есть показатель. Китайская стена, вот она, показатель. Мы ступили ножками на эту стену, мы, соответственно, понимаем, что цель достигнута, да? Мы увидели на весах 68 килограмм, мы понимаем, что цель достигнута. Мы поговорили о том, что цель attainable достижима, и у нас есть результаты, сори, ресурсы для того, чтобы эту цель достичь, да? То есть для того, чтобы пойти и поехать на китайскую стену, нам хорошо бы проанализировать, сколько нам нужно на это денег, сколько нам нужно на это времени, сколько нам нужно для этого отпроситься у кого-то с работы или взять отпуск. Если мы работаем или если мы учимся, то нам нужно взять какой-то период свободы, это тоже важно. Нам нужно все свои дела отправить на кого-то, кто займется ими в наше отсутствие и так далее. То есть все вот это необходимо анализировать. То есть если мы определяем с нами, что нам важно, то мы, собственно говоря, отрабатываем все остальные процессы. Если у нас есть на это все ресурсы, то цель наша, в принципе, близка к тому, чтобы ее достигнуть. Если у нас на это нет ресурсов, например, мы понимаем, что я хочу, но денег что-то там не очень, или я хочу, но вот у меня отпуска нет, или вот так далее. То есть тогда мы эту цель оставляем на какой-то период и занимаемся достижением других целей. То есть мы понимаем, что если нам нужен какой-то ресурс, мы с этим ресурсом должны проработать. То есть нам нужно где-то заработать денег, или где-то нарыть времени, или где-то найти кого-то, кто будет заниматься нашими делами в наше отсутствие. То есть цель всегда подразумевает какие-то дополнительные, какие-то промежуточные цели, это важно. Ну и, соответственно, цель должна быть реальна, релевантна, реально по отношению к нам и к настоящей ситуации. То есть насколько действительно нам возможно получить то, чего мы хотим. Вот на Марс мы можем попасть? Ну можем, конечно, но явно не сейчас, но явно не в этот год, потому что наука-то, она еще, она, конечно, молодец, но она еще не все достигла. Мы же, конечно, очень сильно стараться, но она будет очень-очень длинная, эта цель, и не факт, что когда мы ее достигли, нам будет этого хотеться. Вот еще один поинт. И крайний пункт – это точка во времени. То есть мы должны с вами понимать, что если мы когда-нибудь достигнем этой китайской стены, то есть нам хочется, ну когда-нибудь я на нее попаду, это вообще вот не цель. То есть через год, через 12 месяцев я стою на китайской стене и смотрю, не знаю, на закат, на драконов, там что вот это вот, все там прекрасно. Вот тогда цель достижима. Вот тогда она реально, ее можно положить на ладошку и взять. Если мы будем пользоваться вот этим вот алгоритмом, все, собственно, наши цели, вообще они вполне себе реальны. Мы не будем заниматься, мы их отложим. Хорошо. Если мы хотим какую-то цель получить, если мы хотим достичь цели, цель должна быть теплая. Слово «должна быть» у меня много в языке, но это тоже важные процессы, потому что если мы ставим себе цель, и она нас не греет, то это не наша цель, это чужая цель. Или мы неправильно ее поставили, или она не сейчас. Ну вот, например, что я хочу сегодня? Торт. Вот не хочу. Или, не знаю, водить самолет. Вот самолет я хочу водить очень. Эта цель меня греет, и если я себе ее распланирую, в принципе, я ее достигну, потому что это греющая у меня цель. Или я хочу научиться играть на гитаре, вообще не греет. И так далее. То есть нам важно понять себя. Почему я говорила о ценностях? Потому что от наших ценностей мы понимаем себя, от себя понимаем нашу цель и действуем, соответственно. Тут алгоритм. Вот чего-нибудь я достигну, но это сработает. Но не факт, что нам будет это нужно. Поэтому ставьте, пожалуйста, себе те цели, которые вас радуют. Вот вы прям думаете, да, ну вот на Марс или на китайскую стену, ну или на коньках кататься, или в театре выступать, или там цветок посадить, ну или там бассейн раскопать. Ну вот они такие должны быть, эти цели, чтобы прям, ну да, вот. Вспомните, что, да, это хорошо. Хорошо. Когда мы сформировали цель? Как только цель сформирована, нужно дать себе 72 часа, чтобы начать ее делать. Иначе все, можно оставить в покое. 72 часа. То есть как только мы открыли для себя цель, она нас там начала изнутри бурлить и хотеться. Вот она прям хотится, да, мы прям раз-раз-раз быстренько-быстренько формируем себе план достижения этой цели. То есть мы раскладываем на задачи, да. Ну про китайскую стену, давайте про похудеть. Ну ладно, про китайскую стену, хорошо. Значит, денег сколько нужно потратить на путешествия, да, нужно написать, да, то есть как бы этот бюджет. Бюджет нужно расписать, нужно расписать, сколько нужно зарабатывать денег в течение года, чтобы, значит, это все, нужно, ну, тоже в следующем году, да, написать. Сколько, что я буду делать в течение года, чтобы вот эти деньги откладывать, с кем мне нужно заручиться, какой поддержкой, то есть люди, кто мне будет помогать в мое отсутствие, кто будет формировать мое путешествие. То есть все до последнего пункта, где у меня непонятности. Если у меня есть непонятности, нужно обязательно с ними со всеми разобраться. По отношению к китайской стене, китайский язык, не знаю, важен, не важен. Вдруг какие-то запреты на посещение девушками до 18 лет, мы не знаем. Нужно все эти пункты разобрать, потому что оно может нас от нашей цели немножко отвести. Поэтому важно себе расписать планчик. Мне тут понятно про похудение, что мы едим, чего мы не едим, где мы бегаем, сколько мы спим, для того, чтобы наше тело выбросило из себя 10 лишних килограмм. То есть план достижения цели, помимо самой цели, должен быть видимым, нам понятным, релевантным и хорошим в процессах. То есть я могу каждый день себе говорить, я сделала вот это по пути к моей цели. Если я ничего не сделала по пути к моей цели, моя цель меня не греет, это не моя цель, я что-то распланировала не так. Ну и в общем мне надоело, тоже может быть. Я влюбился, и мне вообще теперь плевать на все цели. Это тоже важный фактор. Или я разлюбился, и это были цели моего партнера. И вот что вообще теперь, тоже не цели. В общем, сейчас перейдем к экологии. Почему цели? Цели важны не только для меня. Очевидно, что все мы живем в социуме, и нам важно, как наши цели, достижение наших целей повлияет на наше окружение. Ну да, потому что нам иногда хочется, чтобы нас ценили. Нам иногда хочется, чтобы к нам как-то видели, что мы это делаем. И нам важно, чтобы люди, которые вокруг нас, они тоже понимали и принимали. Нам важно понимать, что если мы эту цель достигнем, что потом будет. Хорошо это будет для нашей семьи, хорошо это будет для наших партнеров. Цель хороша, когда она во всем хороша. Ну это, конечно, идеальный вариант, но тут надо стараться. Тут вот этот план, вот прям нужно, знаете, как дерево сайта надо расписать до идеального состояния. Вот, то есть мы должны оценить нашу цель, когда она уже достигнута, с позиции того, как вообще я и мое окружение будет в этой цели жить. То есть я на китайской стене, да, и что? Где там мои родители, где там мой молодой человек, если ему нет возможности поехать, да, как ему там вообще от этого будет? Или если он тоже может поехать, то есть нужно сделать, там его цели нужно достигать. Вот. Три основных правила достижения целей. Если вы поставили себе цель, да, и начали действовать, и это работает, продолжайте, пожалуйста, это делать. То есть вы поняли, да, что если я бегу 7 километров в день для достижения моих 68 килограмм, и это работает, продолжайте, пожалуйста, бежать. Если вы понимаете, что вы бежите, и вы не худеете, делайте, пожалуйста, что-нибудь другое. Понятно, да? Вот. То есть если вы поняли, что оно работает, пожалуйста, делайте. Если вы поняли, что это не работает, пожалуйста, не делайте, ладно? То есть что делаете? Делайте, пожалуйста, что-нибудь другое. Вот это важно. То есть, если вы поняли, что что-то не работает, то отставьте, делайте, пожалуйста, что-нибудь другое. Это самый-самый классный, самый-самый важный поинт. Ну и что? Конечно, зона комфорта, мы уже, видите, час почти прообщались. Зона комфорта, она, конечно, важна очень, но из нее, соответственно, надо выходить. Тут я быстренько пробегусь, совершенно уже давно забытая техника, но тоже важна. Потому что мы, когда цель достигаем, и вдруг она у нас не получилась. Уже давно, наверное, это никто не делает, но если кто-то делает, то мы не думаем о том, в чем проблема, и что мы сделали не так, и почему мы такие, и как плохо жить. Нет, нет, любой результат, позитивный или негативный, он результат. То есть это наш опыт, который мы приобрели, и мы можем оценить себя и наши действия с позиции того, чему мы научились. Действуем с позиции того, чему мы научились, а не того, что не сработало. То есть мы научились, мы что-то получили, и мы можем делать дальнейшие шаги, потому что мы получили негативный опыт. То есть мы поняли, что что-то не работает. Опа, да, мы помним, да, если что-то не работает, делать что-нибудь другое. Вот это тоже будет хорошо. Вот, ну и да, цель в формате конечного результата. То есть мы знаем, что хороший самурай – это мертвый самурай, то есть самые крутые люди, они прожили уже свою смерть и действуют в войне с позиции того, что они уже умерли. То есть они делают просто то, что должны, безэмоционально. То есть если мы будем работать с нашей целью так, как она уже нами достигнута, мы будем вот на коне, то есть мы будем этой цели достигать намного более легко. То есть мы прожили, пережили себя со всеми потерями, со всеми неудачными результатами, со всеми походами не в ту степь, потому что мы же когда достигаем цели, мы же двигаемся, да, по какому-то пути. Не факт, что тот путь, который мы выбрали и проработали, он правильный, но он какой-то, то есть мы его отработали, и мы можем понимать, что здесь мы где-то, ну, не там, то есть можно идти куда-то не туда, да, делайте что-нибудь другое. Мы говорили с вами о зоне комфорта, которая у всех на слуху последние 10 лет уже надоела всем, да, но ничего с этого нельзя сделать, то есть выходите, пожалуйста, из зоны комфорта. Если вы делаете то же самое для достижения другой цели, да, то есть не сработает. Ну, пример с иностранцами во многих советских фильмах был такой пример, когда иностранцы приезжают в Россию, да, и русские пытаются им объяснить что-то. Вот, и вот иностранец говорит, я не понимаю, а русские что делают? Он говорит еще громче, да, тут говорит, ну, я не понимаю, тут еще громче на своем языке, то есть вот делают то же самое, только вот, ну, результат не достигают. Вот, и, да, классная штука про суслика. Суслика видишь, не вижу, да, он есть. То есть, когда мы достигаем своих целей, нам важно не просто самим оценивать свои результаты, да, но и понимать, что все-таки результаты есть, даже если нам кажется, что их нет. То есть вот не факт, да, ну, правда, не факт, что то, чего мы не видим, не слышим и не чувствуем, этого нет. То есть оно есть каким-то образом происходит. На самом деле, если мы начнем это анализировать, это к вопросу о зоне комфорта, то на самом деле очень многое происходит, а нам кажется, что нет. То есть вот это где-то для себя важно принять. Ну, и как дети действовать, то есть я знаю, что вы на том этапе жизни, на котором вам важно быть результативными, в этой жизни важно быть результативными, да, здесь, помимо того, что мы поняли, какова наша цель, и того, что мы знаем, как к ней двигаться, важно понимать, что мы можем ее не достичь. Это раз. Важно понимать, что мы можем ее достичь, а она нам не понравится к тому моменту, когда мы ее достигли, это два. Ну, и третья нам будет не нужна, а четвертая, тогда, когда мы ее достигнем, у нас появится еще масса всяких целей, которые нам опять заставят выйти из нашей зоны комфорта, и опять вот это все будет, вот это жесткое будет происходить. Задавайте себе, пожалуйста, вопросы. Задавайте себе, пожалуйста, много-много-много вопросов. Значит, как, что нужно сделать, чтобы получить наилучший результат. Мы говорили про экологичность целей. Здесь важно увидеть себя в процессе достигнутой цели и увидеть, что я получу, когда цель достигну, что я не получу или потеряю, когда цель достигну. Например, я уехал на китайскую стену, мой партнер остался здесь, ну, как бы, да, это вот риски. Или я уехал на китайскую стену, интересно, какие риски, я поняла вас. А там те 120 тысяч, которые я потратил на китайскую стену, я могу потратить еще куда-нибудь, да, вот это тоже риски. Вот, то есть, вот важно, да, вот она ваша цель, она достигнута. Почему хороший самурай, мертвый самурай? Потому что он всего достиг, и он уже все видит, все понимает. И если я цели не достигну, чего я потеряю, чего я обрету. Я не поехал на китайскую стену, опа, мой партнер со мной 24 часа в сутки, 120 тысяч, которые я на него накопил, на эту стену, они тоже все со мной, я могу на шоколадки, там, на шоколадки, вот, пустить. Да, ну и что я потеряю? Ну, не поеду я на китайскую стену, а-а-а, ну не выложу я в Инстаграм 12 тысяч фотографий. Нет, бывает и такое. Задавайте себе вопросы, как я буду себя чувствовать там и там и там, да, почему для меня это важно там и там и там и там, ну и, собственно говоря, почему у меня получилось, почему у меня не получилось. И в завершении моего сегодняшнего выступления я бы хотела вам показать, что самое важное. Я не буду задавать вопрос, потому что мы уже теряем по времени. к максимальному, вернее, к максималичному результату, типа я хочу заработать много денег. Как вы относитесь? Как это? Ну, скажите, как вы относитесь к вот такой цели? Заработать много денег. Нравится вам такая цель? Хорошо, умные люди, да. Есть какие-нибудь еще результаты? Как вы относитесь к результату заработать много денег? А много это сколько? Тоже хорошо. Мне нравится, что вы задаете вопросы. Зачем? А много это сколько? Вот аудитория смотрящая в телефон, какой ценой, то есть какие ресурсы я потрачу, да? Дайте мне что-нибудь, дайте мне какую-нибудь обратную связь, пожалуйста. Как вы относитесь к цели заработать много денег? Неплохо, отлично. Класс. Ну, вот мы имеем разные точки зрения на этот процесс, и тем не менее, деньги – это ресурс. Зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать деньги, чтобы потом эти деньги тратить на то, чтобы зарабатывать деньги, это не цель, это не результат. Вот, да, мы обсудим потом, если вам интересно, мы подискутируем на эту тему обязательно, потому что деньги – это возвратная штуковина, то есть их всегда можно заработать, да, и потратить на что-то еще, потом еще заработать, потом потратить на что-то еще и так далее. То есть это как, ну вы же не радуетесь безмерно, да, и там не считаете безумным счастьем наличие электричества в розетке, например, вот, да? Нет? Она же там есть все время, и нормально, и слава богу, телефон можно зарядить. Или там газ, или там вот свет, ключи документов, или бензин – это ресурс. Деньги – это ресурс, то есть им можно пользоваться для достижения своих целей, для достижения своих результатов. Учиться, там жениться, китайская стена, пожалуйста, вот, смотрите, пожалуйста, на это с этой точки зрения, помните, пожалуйста, о ваших ценностях, да, и, пожалуйста, делайте что-нибудь по-другому. Супер, супер, да. Крайний, совсем крайний поинт – цель за пределами нашей жизни. Будем разговаривать про мотивацию? Да. Окей. Ну так, цель поставлена, план написан, все экологичные процессы пройдены, все написано, 385 вопросов, разными цветами, подчеркнуто фломастером, там, красиво, на стену повешено, в коридоре, украсть дверь туалета. Все нравится, все нравится, да? Самое главное, помним, начать действовать в первые 72 часа, иначе потом перестанет греть. Ну, ну, если это очень крутая цель, то, может быть, может быть, 72 и еще чуть-чуть. Ну, вот так, то есть, хотя бы начните писать, да, потому что этот процесс вас вовлечет, и вы просто не сможете остановиться. Я же, я начал что-нибудь делать, да, то я продолжу, знаете, да, как это, как это, вот, когда люди, людей разводят на, на, вот, игры, да, вот, я же начал, я же вложил же денег туда, да, вот, то есть, и я уже не могу испроцессовать. То есть, точно так же, вы вложили сюда уже свое время, вы уже начали планирование своей цели, ну, и, в общем-то, собственно, продолжайте, да. Сразу ничего не выйдет, надо быть к этому готовым, то есть, сразу на 68 килограмм, 78, не сможете вы вот на завтрашний день похудеть, надо быть тоже к этому готовым. И на китайскую стену прям завтра, если нет миллиарда ресурсов в свободном времени, то тоже невозможно. Ну, хотя бы нужно 72 часа потратить, чтобы спланировать, это, в общем, тоже важный процесс. Вот, действуйте быстро, мы с вами уже поговорили. Страхи, какие у нас страхи? У нас никаких страхов нет, вы молодцы. То есть, вот, да, то есть, если вы грамотно определитесь со своими ценностями, если вы грамотно себя отпилите от вашего окружения и скажете, вот он я, и я молодец, и я умею все, и я, вот мои ценности, вот моя семья, вот мое окружение, вот мои умения, вот мои старания, вот моя мотивация. Все, со страхами мы сегодня не работаем, у вас их нет, вы вообще бойцы, вот, и все будет всегда получаться. Главное, вот, выходим, пожалуйста, выходим из зоны комфорта и делаем что-нибудь по-другому, пожалуйста, делаем что-нибудь по-другому. Вот, говорили о том, что важно видеть свою цель. Что я делаю? Я пишу большие и маленькие листочки, они у меня висят везде, сколько целей каких надо достичь, там, сколько килограмм, сколько километров, сколько слов выучить, сколько и там еще чего. Это хорошо, это позволяет нашему мозгу, который обезьяна, да, помните, который любит, да, она же вот как раз вот в ту же степь, вот, и тому мозгу, который требует задач. Когда у нас нет перед нами задачи, мы будем как-то вот муссировать в процессе. Если перед нами лежит, стоит, висит задача, нашему мозгу что хочется? Либо свалить правильно, да, от задачи, да, либо ее выполнить. Если наш мозг тренировать процессом, процессом действуйте сразу, да, то он привыкнет к тому, чтобы задачу выполнять. Это хорошо для мира IT, мы привыкли к тому, что мы выполняем каждый день новую задачу, и нам хочется все время задачу. Вот, если вы привыкнете к этому процессу, ваши вообще, все ваши безмерные и безумные желания станут выполнимы вот так, аж надоест. Будет вообще, я это могу, и это могу, и все, я могу, и все у меня классно получается, вообще я такой гуру, и весь такой я волшебник. Вот, важная, крутая штука. Да, представьте себе, что вы в песочнице сидите, ну, вам сколько-то лет, сидите в песочнице, и вот вы делаете вот эти вот штуки, вот эти куличики, кто-то пасочки, кто-то, ну, в общем, короче, аппликация из песка. Вот, вот вы делаете, делаете, и кто-то с вами тоже делает, а у него лучше получается, о, блин, вот, ну что, можно где-то лопаточку отнять, там, можно, не знаю, уйти вообще от процесса, да, это помним, это, почему нам плохо, и мы не хотим больше этого делать. Да, если мы относимся к цели как к проблеме, да, опа, она не работает, то есть мы помним, что мы к цели относимся как к результату, который мы хотим достигать. К песочку возвращаемся, мы делаем эти кулички, кто-то делает лучше. Либо мы отступаем, либо мы начинаем делать вместе. Мы делаем, 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 делаем лучше, опа, мы лучшие в песочнице, и что? Ну, вот мы лучшие в песочнице, а нам же надо цель, а нам же надо достигать. Есть какие-нибудь варианты? Там написано. Ну, я понимаю, что там написано. Лучше, чем ты был вчера. Ну, типа того, да. То есть, если вы хотите достигать ваших целей быстро, если вы хотите достигать тех целей, прям, которые вот, ну, они конкретные, мы с вами об этом говорили, конкурируете просто самим с собой, не надо ни о ком думать, ни на кого глядеть. Вы и ваш вчерашний результат должен быть другим по отношению к сегодняшним. То есть, ваш сегодняшний результат всегда лучше, чем ваш вчерашний. Это выход из вашей зоны комфорта, это я делаю что-то по-другому, это все то, о чем я с вами сегодня вот рассказывала. То есть, помните, что вы, единственная ваша ценность, вы проживете с собой всю вашу жизнь. Только вы, один, вместе с собой пройдете все ваши, все ваши дни, все ваши часы, все ваши путешествия, все ваши сны и все остальное. Вот только вы, один, да, и, пожалуйста, вот это помните о том, что вы, самая главная ценность, вкладываете в себя и конкурируете самим с собой. Это будет самый крутой вообще результат. Кто-то мне рассказывал, что стать лучшим программистом, да, вот в мире, да, да, конкурируйте, пожалуйста, самим с собой. Будьте, пожалуйста, лучше, чем вы есть на самом, ну, как бы каждый день, и все, и вы будете крутой. и занимайтесь тем, что нравится. Это бесконечный процесс, известный во всем мире всеми людьми, но очень четко оформленный Стивом Джобсом. Люби то, что тебе нравится, и делай то, что ты любишь. Это бесконечный процесс. Люблю-делаю, делаю-люблю, люблю-делаю и так далее. Ну и что, в общем, поскольку мы говорим о Стиве Джобсе и его возможностях, цель за пределами жизни – это такой самый классный результат, когда человека уже нет, а цель его жива. Все самые известные люди в мире, они действовали не потому, что им хотелось заработать много денег или как-то прославиться. Я знаю массу людей, которые очень хотят попасть в книжку. Вот я очень хочу в энциклопедию. Пустите меня, пожалуйста, там, разгребите. Но не цель. Цель хороша, когда она находится за пределами твоих 100 лет. То есть ты что-то создаешь, зная, что этим потом будут пользоваться. Но оптимально ребенок. Цель за пределами нашей жизни. Но это самый минимум, с чего можно стартовать. А так все изобретения, все самые главные технологии подразумевали то, что человека не будет, а дело его будет жить. Если вы будете уметь достигать своих целей в соответствии с вашими ценностями, ваша собственная эволюция даст вам возможности видеть цели за пределами вашей жизни. Это будет хорошо. Ну и призывайте к достижению ваших целей, ваших близких. Вот. Пусть у вас все будет получаться. Спасибо большое. Что-нибудь хотите, спросите у меня. Да, пожалуйста. Ты говорила о том, что, например, ты уже срочно выяснили цели, да, вот как это? Как это это вы называете? Ну да, да. Цель в формате конечного результата, да. А вот если я делаю пример для мужчины, которые хотели бы сделать цели в майнерстве, получается, на полюбокладе ученики то, что он стоит по ресторану, расширяется в майнерстве, то, что майбах уже стоит на полюбке. Я поняла ваш вопрос. Спасибо большое. Здесь существует такое дело. Если мы понимаем, что майбах нами куплен, ну, допустим, да, визуализируя нашу цель, мы начинаем раскладывать свои действия по отношению к этому майбаху для того, чтобы этому майбаху соответствовать. в своих действиях, в своих поступках, в своих желаниях. То есть мы понимаем, что даже если мы каким-то образом этот майбах приобрели, нам нужно видеть дерево целей по отношению к этому майбаху. Нам нужно видеть этот майбах, стоящий у наших ворот, и наше отношение к этому майбаху, наш кайф от этого, и как мы этого майбаха хотим видеть у себя, и что нам нужно делать для того, чтобы этот майбах обеспечить своей жизнью, можно так сказать. Поэтому не факт, что ваш поинт по поводу того, что все цели достичь невозможно, и, может быть, есть какие-то эфемерные и нереалистичные цели. Всегда, видя цель, которая очень огромная, нам необходимо разбить ее на несколько целей, и тогда у нас вообще все будет достижимо. Не очень работает с отношениями, а вот с конкретными предметами, и конкретными странами, и конкретными работами очень хорошо работает. Окей? Можно еще опять же продолжить немножко эту тему? В том смысле, что если мы живем сейчас, как будто мы эти цели уже достигли, то не понизить ли это наши мотивации? Например, я там, не знаю, хочу научиться плавать быстрее, чем 100 метров за 10 секунд. Зачем? Я себе это представил. Я хочу, я знаю, безумно хочу рыбу ловить голыми руками, чтобы вверх упали. Так, рыбу ловить голыми руками. Хорошо. Зачем вам рыбу ловить голыми руками? Для выживания в экстремальной ситуации. Зачем вам выживать в экстремальной ситуации? Не, подождите, но такие вопросы можно зачем, зачем, зачем задавать быстрее? Пять. Не, не, не. Мы доберемся до сути, и тогда человек сам ответит на свой вопрос. Чтобы готовку к тему приедать. Не, давайте мы разберемся. Я не озвучил еще свой вопрос. Хорошо, у вас был вопрос. Вопрос был, если очень хорошо себе представить, что ты ее уже достиг. Да. Довлетвориться тем, что ты ее достиг и рассказываешь. Оставить в покое. Да. Только у вас же ее нет. Как вы ее удовлетворите? Как вы ее удовлетворите, если вы ее не достигли? Вы представили себе в формате конечного результатов тем, что вы это можете. Да. Вот. Если вы это можете, то это дает вам силы для того, чтобы идти вперед, несмотря на то, что вам казалось до вчерашнего дня, что вы этого не можете. Это дает вам возможность действовать как-то еще. Это дает вам возможность выходить из вашей зоны комфорта, потому что ваша цель двигает вас к себе. Вот так. Примерно так. Я помню. Вопрос с правильным формированием. Возможно. Что, мы заканчиваем? Окей, спасибо большое. Продолжение следует...